Потягушечка моя, потягушечка. Чёткий распорядок дня, зарядка и регулярные обследования у врачей. Наблюдать за малышом необходимо чуть ли не каждый день. Миша метеозависим, говорит Елена. А недавно врачи и вовсе обнаружили у ребёнка повышенное внутричерепное давление, которое связывают с его страшным диагнозом – краниостенозом. Ещё в роддоме мама обратила внимание на странную вытянутую форму головы ребёнка. Врачи её успокоили. Мягкие кости сдавливаются, и решить проблему можно, купив специальную ортопедическую подушку. А потом уже здесь, в городе, уже нам месяца три, наверное, было. Мы просто попали к очень хорошему неврологу детскому, к Ивинской Людмиле Семёновне. И она сразу, как только Миша увидела лобик, она сразу сказала, что у нас это краниостеноз, и нам нужно срочно оперироваться. Без хирургического вмешательства, говорят врачи, у малыша начнутся проблемы со слухом, зрением и умственным развитием. Помочь ребёнку, готовый в Москве. Первым делом Миша сделают томографию, по результатам которой смоделирует предстоящую операцию. Деформация будет исправлена после тщательной компьютерной подготовки с помощью саморассасывающихся пластин. То есть повторной операции мальчику не понадобится. После проведённого лечения Миша будет развиваться наравне со сверстниками. Стоимость операции 690 тысяч рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 651 тысячу. Не хватает 39 тысяч рублей. Именно эту сумму просят собрать зрителей нашего канала. Для помощи Миши отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через специальное мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте «Русфонда». Нина Бережная, Максим Ховалкин, Вести Белгород и Старого Оскола.